Бессознательное рулит нами гораздо сильнее, чем сознательное. И через год этот же человек говорит, слушай, так все классно, чтобы я узнала, что и лучше нужна конкуренция. Как в вашей семье было устроено с чувством вины? Этот вот звездец, он был несущей конструкцией. Мать вашу за ногу, я на это не подписывалась. Ух, Елена, что же вы со мной делаете? Друзья, всем привет, с вами Елена Кирсанова. И сегодня настал вопрос, как управлять своим будущим? Почему наши мечты превращаются в миражи? Как на это влияют детские сценарии и наши родители? И как все-таки стать режиссером своего будущего и быть счастливой, узнаем сегодня. Но прежде чем мы начнем, я вас приглашаю в наш телеграм-канал RTVI по ссылке в описании. Там вас ждет дополнительный интересный вопрос по нашей теме. Друзья, всем привет. Сегодня у нас в гостях Светлана Комарова, бизнес-психолог, автор книги-бестселлера «Бизнес-ведьмы» и автор более 15 курсов и тренингов для женщин. Спасибо, что не пришли. Спасибо, что позвали. Тема у нас очень актуальна, интересна. И давайте начнем, наверное, с того, как наши сценарии влияют на будущее. И особенно, как они влияют на женщину и выбор ее семьи. И может быть так, что мы полностью повторяем сценарии родителей? И когда стоит радоваться, а когда нет? Может быть так, что мы полностью повторяем сценарии родителей. Может быть так, что мы организовываем контр-сценарии. То есть как угодно, но только не так, как мама, и не так, как папа. Но сценарии, которые мы не поняли, не осознали, практически на 90% определяют направление жизни человека, его дальнейшую судьбу. Его выборы, его решения – это такая большая, сложная, интересная тема. В общем, очень здорово влияет. Точно влияет, да? А уже как? Нужно разбираться. А вот когда говорят, сейчас же очень много информации про то, что нужно работать со своим родом, нужно там прорабатывать и бабушку, и прабабушку. Но конкретно как будто, ну, то есть непонятно, да, что делать? То есть до седьмого поколения работать? Или в общем, можем вот это разъяснить? Я, знаете, о чем говорила? Вот работать с родом не имеет смысла, потому что, вот именно с родом, потому что род – это система гораздо большего масштаба, чем мы сами, мы с ним ничего сделать не можем. Это вот как грибница, на которой вырос какой-то отдельный гриб по имени, там, Светлана, Елена, Виталий, кто угодно. И что может сделать со всей грибницей в целом? Практически ничего. Вот, ну, когда мы понимаем какие-то ключевые сюжеты жизни, которые были у наших предков, и видим повторение сюжетов в собственной жизни, вот в собственной жизни мы можем поиграть очень здорово, но для этого нам нужно понять, что за сюжеты там крутились. Потому что как только они становятся осознанными, вытаскиваем их на уровень, ну, осознание корыголовного мозга, условно говоря, они перестают нами отруливать. Если они неосознанно, то они как такая вот пятая колонна, как шпионский отряд внутри нас, они нас на стороны двигают туда, куда им надо, но это может быть очень далеко от того, в какую сторону нам хотелось бы двигаться. А вот такой вопрос. Если, например, я хочу жить в достатке, хочу, чтобы у меня была счастливая семья, там, дети, и все было прекрасно, но я знаю уже, что там, например, у моей мамы, у моей прабабушки, там, бабушки, да, этого не было. Вот это возможно, так скажем, перезаписать? И как тогда? Да, это возможно перезаписать. У любого сценария есть позитивные намерения. То есть система не стремится там угробить своих потомков, система решает какой-то вопрос жизненно важный всей системе в целом. И там всегда есть здравое зерно и позитивные намерения. Проблема в том, что модели, способы, которыми система решает, приходят к этому позитивному намерению, они кривые. Когда-то они были релевантны обстоятельствам, а теперь они уже нерелевантны обстоятельствам. Вот, и когда мы докапываемся до того, а что же позитивного-то хотела вот вся вот эта семейная система, либо отдельно взятые женщины, например, никогда не выходи замуж, потому что, ну, потому что мужчины гибнут, и тебе будет дико больно. Никогда не выходи замуж, потому что они, например, пьют, и тебе не светит какая-то счастливая семья. Вот это вот ключевое позитивное намерение в отношении собственного, ну, собственно, девочки нашего рода состоит в том, что проживи свою жизнь счастливо. Но для того, чтобы прожить свою жизнь счастливо, из нее надо исключить мужчину. И тогда, естественно, как только женщина выходит замуж, она заведомо начинает реализовывать этот сценарий. Мужчина из жизни, женщина этой семьи должен быть исключен. Ну, каким-то макаром он будет исключен. Развод, там, любовницы. Да, измены, смерти, болезни, все что угодно. Внезапные разрывы. И когда вот этот вот сценарий, мужчина должен быть исключен, трепетно так тревожит женщину изнутри, не ее самой, ей нужно его реализовать. И она делает какие-то странные, непредсказуемые вещи для того, чтобы разорвать отношения с человеком, к которому у нее могло бы быть все благополучно. Но как только мы понимаем вот эту вот схему, там нерожай, например. Детям нежны, дети – большая буза, потому что бабка осталась с семьей детьми после войны, и, в общем, вся ее женская жизнь была положена на детей, и она не хочет такой жизни своим внучкам и правнучкам. А они хватают только не надо, не рожай. И любыми способами реализуют это, как только возможно. Там бесплодие, которое… необъяснимое вот такое бесплодие, когда женщина здоровая, и ее муж тоже здоров, но ничего не получается. Очень часто бывают. Ну, когда врачи так говорят, что мы не знаем, да, что с вами, съездите уже в храм или куда-нибудь. Да, 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 да. Не знаю. Вот, скорее всего, там сидит какой-то, какой-то запрет. То же самое в отношении денег. За деньгами вообще очень часто ставят фигуры смерти. Это прям вот… А когда я понимаю, что достаток, вместе с достатком ко мне притягивается смертушка моя, я этого не осознаю, но внутри меня это живет, как какая-то чудовищная опасность. Ну, какое живое существо нормальное в меня, и мы полезем туда, где за фигурой денег встают фигуры смерти. Это очень частая история. Ну, то есть тут получается, что главное, что нам мешает, это страх, правильно? Ну, который уже заложен там в сценарии. Ключевые… Если мы говорим про ключевые эмоции, которые нам мешают, то чувство страх, вина, стыд. Вот три ключевые вещи, которые чаще всего встречаются в работе. Вы знаете, вот я тоже знаю такие истории, когда, например, человек, вот даже у него нет детей, а он как будто бы встает в позицию, но я, например, их и не хочу. Как будто вот самый не признает, да, что на самом деле там был бы счастливее с детьми, с семьей, но выбирает позицию. Ну, раз у меня нет, например, женщины, раз у меня нет мужчины, зато я счастлива, вы там уже развелись, вы там матери-одиночки, а я вот одна и занимаюсь своей жизнью. И будто происходит обратная стратегия, да, вот бежит от этого сценария, как вы говорили, это контрсценарий, правильно? Контрсценарий, бежит от того, что сверхзначимо. Везде, где очень большой накал эмоций, накал страстей, там существует большая значимость этого всего. Когда я просто не хочу детей, мне все равно, что есть женщины, у которых много детей, например, или женщины, которые вышли замуж, развелись, воспитывают детей в одиночестве. Но когда эта тема для меня самой заменит, вот тогда я буду очень ярко на них реагировать. Это один прямо из признаков того, что нужно смотреть в эту сторону. Я вот книги читала, один автор говорил, что если вы сейчас понимаете, что вы в сценарии, ну, вот сейчас ты понимаешь, вот такой-то мужчина рядом с тобой, такие-то реакции у тебя происходят, то ты изменишь, но в следующий раз, в следующем сценарии. Вот вы согласны или нет? Частично да. Если мы говорим про мужчин, частично да. Потому что, когда мы понимаем, что мы сценария, выбор мужчины, выбор сексуального партнера, это очень часто сценарные вещи, сценарные вещи. И первый брак, это очень часто сценарные вещи, и первая любовь в том числе. Вот. Когда мы это узнаем, мы начинаем смотреть на себя, на него и на мы, и на то, что между нами совершенно по-другому. Мы начинаем меняться, всю систему начинает расколбашивать. И тогда встает вопрос, мы передоговариваемся, потому что я уже поменялась, а он был женат, либо был в отношениях не с тем существом, с которым он сейчас. И у меня хватает терпения на то, чтобы дать вот всей вот этой вот нашей маленькой системе сбалансироваться заново на каких-то других основаниях. Либо я разрываю этот контакт, либо он разрывает этот контакт, он на это не подписывался. И тогда полярно для экспериментов будет с другим человеком. Может быть и так, и так. Я видела вот в своей практике эти и другие варианты. Причем у меня были варианты, когда мы работали на развод, например. То есть человек пришел запросом на развод. Человек пришел запросом на развод, да, я хочу развестись. И через год этот же человек говорит, слушай, так все классно. И вот этот вот кризис, который у нас был, он сработал на очень мощное углубление отношений, улучшение отношений. Это тоже бывает. Давайте поговорим тогда про будущее. И вот что делать, если ты, не знаю, так сильно стараешься, так сильно все делаешь, но вот желаемое, то, которое ты хочешь, оно не сбывается. Почему так происходит? У Калина Унскаса есть классная книжка, она тяжелая. По-моему, она называется «Интеллектуальная авантюра». И вот в чем я с ним очень согласна, но и со многими там другими такими масштабными в плане психологии личностями, я согласна, это в том, что мы живем из будущего, из модели будущего. А вот модели, как мы это будем достигать, мы тащим из прошлого. И вот это вот будущее может быть в трех форматах. И если мы куда-то очень стремимся, оно у нас не получается, то, скорее всего, оно у нас разрывается. Есть наше идеализированное будущее, идеальное будущее. Это когда я точно совершенно знаю, чего я хочу. Я хочу прекрасного мужчину, я хочу чудесных несопливых детей, я хочу достаток там и еще чего-нибудь. Вот к этому всему. Оно у меня осознанно, оно у меня попадает в зону целеполагания. И плюс-минус мы можем как-то вот какими-то путями в этом целеполагании, цели достижения двигаться. Но есть второй тип будущего, который нам понятен интуитивно, но на уровень осознания не выходит. Вот такое обязательное будущее, вот его-то мы и получаем от семьи. Это то, в качестве примера, когда я к этому прихожу, у меня возникает внутреннее ощущение, я так и знала, что это будет. И то есть до этого я знала и понимала, что так случится. Обычно это, кстати, про плохое. Да, да, но вот это тоже можно перевести. И вот это как раз та история семейная, родовая, сценарная и прочее, когда у нас как будто бы предки приходят и говорят, будущее у тебя должно быть таким, потому что. И мы начинаем его реализовывать. Бессознательное рулит нами гораздо сильнее, чем сознательное. И вот когда вот эти вот две картинки разъезжаются, идеальное будущее и обязательное будущее, вот тогда мы стремимся сюда, а происходит вот это. И когда оно у нас встает в очень странную конфигурацию, мы говорим, я так и знала. И если мы согласуем между собой вот эти вот две истории, а там еще есть гарантированные будущие гарантии, которые я хочу при этом и к которым я стремлюсь при этом, ну хотя бы согласуем вот эти вот две истории, мы можем войти в ситуацию, когда мы как будто бы договариваемся вот с этим родовым наследием, мы договариваемся, мы смотрим позитивные намерения этого сценария, и почему важно, скажите там, пожалуйста, фигуры дедушек, прабабушек, почему мне вот так вот важно, чтобы вот такое вот со мной случилось? И как еще это может быть реализовано? Как еще я могу быть в безопасности, если вы говорите, что быть замужем опасны мужчины? Мужчины гоняются за нашими девками с топорами. Можно ли мне такое, что мужчины не гоняются за нашими девками с топорами, а холят, лелеют? И когда мы получаем оттуда как будто бы разрешение благословения и развязываем вот эту вот зону напряжения, мы можем совместить идеальное и обязательное будущее, либо пересмотреть картину идеального, и нам окажется, что в обязательном-то очень много чего хорошего. И тогда я так и знала, когда мы уходим в формат «Я любимое дитя этого мира», тогда я так и знала, что со мной может случиться что-то хорошее. Ну это, кстати, очень большая такая перестройка, да? Это прям вообще перестройка. И вот это вот «Я так и знала, что так будет», вот если мы смотрим вот так на будущее, если я вот так знала, и мироздание вокруг меня как будто говорит «Да, моя любимая девочка, ты это знала?» Все же реагирует не на то, что мы думаем, все реагирует на наш внутренний импульс какой-то эмоциональный. И это, условно говоря, про прямой Wi-Fi к Богуан, про выделенную линию, про оптиковое окно. И здесь нужно просто поменять «Я так и знала». И когда мы меняем «Я так и знала», потому что Wi-Fi-то уже у нас выстроено, и оптиковый локтон уже протянутый, нам нужно только вот эту часть поменять. Все начинает очень здорово двигаться. Ну, вы знаете, я вот прям чаще встречаю людей, вот о чем я говорила, что они, да, себя программируют прямо на какое-то негативное будущее. И то есть они могут делать все, что угодно, к психологам ходить даже, писать там, общаться там с мамой, с папой все узнавать. Да, все узнавать, но внутри вот этой веры нет. И каждый раз, когда что-то не получается, они такие «ну вот, ну понятно, вот всем везет, а у меня какой-то вот несчастливый билет в жизни». Ну, когда ты говоришь человеку «отлично, вот эта часть твоей работы уже сделана, вот у тебя выделенка уже есть, ты уже оптиковое окно проложила, Wi-Fi твой избавить не будет, вот давай теперь доделаем еще вот это, и посмотрим, какое позитивное намерение стоит за тем, что ты так и знала, что, ну я не знаю, что тебя обязательно будут выгонять с работы. Давай посмотрим, какое, вот какой позитив стоит за тем, что нужно прожить изгнание с работы, какое там намерение стояло за этим, за всем. Ну или также, если там в отношениях, какое намерение у меня там встречается новый мужчина, который будет изменять, или который там сразу же женат, да, оказывается. Там может вообще сидеть позитивное намерение, Там, где начинаются всякие тройки Как еще я могу узнать, что я лучшая Если он не приводит в наши отношения другую женщину Потому что когда нас двое, как я узнаю, что я лучшая Чтобы я узнала, что я лучшая, нужна конкуренция Да, кстати, интересный механизм Там очень много механизмов Бессознательные вообще работают в какой-то совершенно другой логике Когда кажется, что это путь к страданиям А у тебя так жизнь проходит А вот мы затронули тему интуиции И вот хотелось бы, конечно, узнать суперсекрет Как настроить свой Wi-Fi так, чтобы всегда чувствовать Что ты идешь в правильном направлении И чтобы твоя интуиция не только срабатывала на плохое Ну, как я сказала, что у многих прям датчик срабатывает Но сейчас будет плохо Сейчас я попробую Первое – это дать допущение на счастливый случай Вот если берем там славянскую мифологию Бог счастливого случая Доля И не доля Не доля – это вот все неблагополучие, которое может случаться с человеком Доля – это то счастливое, что с ним может случаться Поэтому сам факт допущения, что со мной может случиться что-то хорошее Он уже здорово расслабляет в этом месте все напряжение Это первое Второе – это прямо реальная тренировка интуиции Я сейчас скажу удивительную совершенно вещь Берем колоду карт, не Таро, а обычные карты для нормана Там покерные карты еще какие-то Переворачиваем их рубашками вниз Смотрим на них и просто пытаемся угадать Что мы там видим Там, например, красная масть, черная масть Картинку, либо циферки, либо еще чего-нибудь И в этот момент отслеживаем, какие эмоции Открываем карту И ретроспективно вспоминаем, какие эмоции, какие чувства в теле у меня возникали Когда я угадывала карту и когда я не угадывала карту Они будут разными И, кстати, еще слышала такое задание Что встречать людей, прохожих, и думать, а какая у них история Например, там пришла в новое общество Еще ни с кем не знакома И так сразу думаешь, а кто чем занимается У кого какая там даже была мама, семья и так далее И начинаешь так проверять, да? Да И самое главное, там мониторить через тело Потому что интуиции, сигналы идут через физические ощущения Это не голос в голове, вообще ни разум Но вот еще, когда мы, например, стремимся воплотить свои мечты в реальность Очень много ведь приходят мыслей в голове Тоже вот непонятно Они как будто вот сыпятся и сыпятся Да, там, у меня не получится Там, это не сейчас произойдет Это произойдет там через 10-20 лет То есть, может быть, я там не везуч Ну, то есть, таких много-много сомнений возникает И вот как с ними работать? Просто слушать и, ну, не волноваться? Есть много хороших практик Просто слушать Например, там, в когнитивно-поведенческой терапии Смотреть, какое событие там предшествовало Какая эмоция была, как это все развивалось Наблюдать, когда у нас есть позиция наблюдателя внутреннего Мы гораздо легче все это проживаем Там, допустим, и смотреть применительно К чему меня больше колбасит Кого-то больше колбасит про деньги Кого-то больше колбасит про то, что я без пары И здесь еще есть несколько таких этапов развития женской психики Когда до определенного уровня развития Мы смотрим на себя исключительно мужскими глазами И пытаемся соответствовать, как нам кажется, ожиданиям Это до какого возраста, получается? Это может быть до глубокой старости Мы либо проходим эти этапы Либо мы остаемся на них Это не хорошо, не плохо Просто у всех по-разному И каждый раз все будет очень здорово у меня Прям очень здорово Вот, кстати, про женщин, которые там занимаются И семьей, и детьми, и бизнесом И еще у них подруги есть И муж там И вроде на свидание нужно ходить Еще о будущем думать Вот это как все совместить, эту картинку? Приоритет Пока у меня все хорошо, я ничего не трогаю Это основной принцип У тебя все работает, не надо ничего трогать Пусть оно будет как есть Когда подойдет время перемены У тебя как будто начинается такое вот Как дрожение крыла самолета Что сейчас ты пойдешь в штопор Мир как будто вокруг напрягается И начинается какое-то внутреннее подрагивание И вот тогда нужно смотреть в то Что тебе категорически не хочется о себе знать И категорически не хочется с этим столкнуться Потому что там будет ключ А если мы от этого отворачиваемся Мы не получим этот ключ Мы не откроем эти двери Ну, знаете, тоже ведь часто бывает так Что человек, например, начинает понимать Что да, ему там все не нравится Сейчас вот та ситуация, которая есть Меня не устраивает Он начинает работать с собой И понимает, что там, например, в бизнесе Стается все еще хуже То есть там начинает рушиться все буквально Он начинает возвращаться в бизнес Естественно, фокус внимания Работает в бизнесе все налаживается Он пытается еще раз отойти, так скажем Поработать с собой, со своими сценариями Там опять катастрофа Или это сценарий? Это на самом деле так Потому что бизнесы люди создают Из своих сценарных каких-то вещей Когда владелец бизнеса уходит В внутреннюю разборку, пересборку Во-первых, он реально вынимает оттуда внимание Во-вторых, он входит в разбалансированное состояние Оно будет отражаться на бизнесе Обязательно То есть дисбаланс владельца Семья, мне кажется В семье то же самое Если женщина или мужчина пошли в саморазвитие Или куда-нибудь еще Саморазвитие вообще такое очень Неоднозначное для меня слово Он разбалансирует всю систему Система будет этому сопротивляться В семье будет увеличиваться количество конфликтов И когда вот я новая Или я новая пришла Вот такая вот счастливая Говорю, вот на тебе теперь Нового человека Второй говорит Мать вашу за ногу Я на это не подписывалась Я не просила, да? Я об этом не просила Да, я об этом не просила И когда мы не учитываем Что системе нужно долгое Маленькое движение Не взрывное Взрывное Это разрыв всего На свете Крушение бизнеса Маленькое Такое постепенное И это Ну, года на два с половиной Для отношений И лет на пять На семь Для бизнеса Есть инерции Вот таких вот Больших систем И мы не учитываем это Тогда мы все разваливаем Если мы понимаем Что мы первое Что получим Это сопротивление Это неизбежно Это не потому Что человек плохой Или бизнес никудышный Это потому Что это закон И система Это ровно так же Как закон земного тяготения И система не может Вот так вот Резко перестроиться А как тогда Вот если ты хочешь Там поменяться Ты чувствуешь Что тебе там Что-то не нравится В семье Например С мужчиной Мы же об этом Сначала говорили Что мужчина Часто подает на развод Говорят элементарно Она с ума сошла Поехала На своих сценариях В всяких практиках То есть тут Как лучше Мужу по чуть-чуть Как-то доносить Или вообще его не трогать Или идти только вдвоем Только вдвоем Если мы куда-то Идем к психологу То плохо тот психолог Который не довел Пару до развода Это очень часто бывает так Я бы здесь говорила О том Что все-таки Очень важный фактор Это если я вхожу В изменения Уровня внимания Которые я могу дать Другому человеку Если он мне дорог А если я ухожу Чтобы Интуитивно понимая Что все уже закончилось Но я решения Принять не могу И мой побег Вот туда Это попытка Попытка не принимать решения Например Которые мне не хочется принять Но тогда мне нужно Сталкиваться с тем Что на самом деле Вся моя попытка Личностного роста Изменений Еще чего-то Это про то Что здесь у меня Все закончилось Только мне страшно Сделать какой-то шаг Это про честность Наверное С собой И про приоритеты И про Опять же Уровень осознания Во имя чего я это делаю Чтобы что Самое главное Задать себе вопрос И вот эта пятерка Допустим Вопросов Такая практика Я хочу Личностного роста Чтобы что Чтобы в моей жизни Пришли деньги Чтобы что И вот это Чтобы что Чтобы что Чтобы что Повторенное пять раз Оно приводит нас К каким-то глубинным Таким вопросам И ценностям И тогда нужно решать Вот тот вопрос Кстати я помню Такую практику Мы делали В общем тренинге Такой он легкий был И всем задают вопрос Там мужчин Очень много было Чтобы что Зачем Зачем И они говорили Миллиарды Бизнес Отношения Семья Чтобы что Они в конце стоят И я вообще не понимаю Что мне было нужно В этой жизни Да А нужно было Когда мне нужны Миллиарды бизнеса Очень часто Мне нужно было Чтобы моя мама Меня любила Была надежной Предсказуемой И чтобы я точно знал Что Я хорошая для нее И когда я Вот эти все Миллиарды бизнеса Когда я Красивая Умная женщина Это просьба Очень часто Туда назад Скажи мне Что теперь я Достаточно хорошая Или хорошая Для того что Ты меня любила Про признание А вот кстати Это можно получить От другого человека Если ты никогда До этого не добьешься От родителей Вот иногда Я слышу такие истории Когда действительно Там девушка Добилась очень Классных высот Она там И зарабатывает И семью построила И она вот чувствует Что ждет Ну и чтобы ей мама Сказала Ты красотка Я тобой горжусь Но там Нет Там молчание Либо даже Какое-то грустное Недовольное лицо Ну то есть Даже не понимаешь Почему ты за меня Несчастлива Ты же там Мой родной человек Ну там опять же Мама может быть Сценарная Если у нее вот так Вот все хорошо Она в опасности Моя девочка В опасности Мама может быть Сценарная Растущая дочь Сообщает мне Красивая дочь Там успешная дочь Сообщает мне о том Что я со своей жизнью Не справилась Она мне как бельмо На глазу И само признание Вот этого Для меня драматично Но для дочери Или для сына В этом случае Выход единственный Это вот прямо Такая вот У меня в курсах Очень часто Эта фраза мелькает Я отказываюсь От своей детской надежды Получить от мамы То, что Я пытаюсь И никогда не смог получить Ту любовь Которую я хотела Не могла от нее получить И вот это вот Горевание по поводу того Что той идеальной матери Которой я стремлюсь Никогда не будет Оно дает человеку Дальнейшую свободу жизни Вот Но в принципе Можно ли сбалансировать ситуацию Частично можно Замещающими фигурами И например Там Для формирования Надежной привязанности Мы сейчас говорим Если говорить Терминологически О потребностях Надежной привязанности Если рядом с вами Года 2-3 Находится человек Который в любой момент С вами в зоне доступа На любой ваш эмоциональный порыв Дает отклик Сосредотачивает Свое внимание на вас Создает вам Зону безопасности Предсказуемости Надежности Такой вот Кенгуру Кенгуру А то он вас Донашивает И это может быть Психотерапевт Это может быть Мужчина для женщины Женщина для мужчины Он донашивает До момента Пока вот Эта кенгуру Которая в сумке Внутри подросла И начали лапы торчать Сумки видели Наверное в кино Из маминой сумки Торчат во все стороны Длинные здоровые лапы Но тогда Оборотная сторона Этой медали Как правило Тот кого доносили Выходит из этого контакта Потому что для него Это было замещающим Получили Он его бросает Он его бросает И идет дальше Потому что По сути Он дорос до возраста Примерно три года Когда вот внутри Частью своей личности Когда человек говорит Окей Вот мне теперь Не интересно с мамой Я теперь ищу фигуру папы Который выведет меня Во внешний мир С кем я пойду В этот внешний мир Отсюда такой срок Есть про три года А это просто Ну это просто Возрастная психология Три года Когда ребенок Отцепляется от мамы И отец Его отрывают Первичные сепарации И вводят куда-то Показывать ему Внешний мир Он с отцом Выходит социально Это первая сепарация А формирование Надежной привязанности Это просто опять же Возрастная психология Она происходит В периоде Примерно двух лет Ну плюс еще Какой-то запас По времени Почему я говорю Про три года Вот И мы это можем сделать И во взрослом состоянии Если кто-то На это подписывается Хорошо Если мы вернемся Вот в картинку Идеального будущего Того Что я хочу Часто Например на моем пути Встречаются люди Которые были важны В формировании Этого будущего Они мне давали Правильные советы Говорили о своем опыте Но так же получается Что были и люди Которые мешали Ну то есть Их советы Как бы наоборот Утаскивали Встраивали в меня Какие-то неправильные убеждения Да И получалось Все намного дольше Вот Что я хотела получить Вот тут Как правильно Фильтровать советы От тех Кто тебе вроде бы Хочет помочь А вот опять же С созданием Внутреннего глоссария Вот с этим человеком У меня был Вот такой опыт Что я чувствовала Когда принимала этот совет Почему я выбрала Поверить этому совету Через осознанность Через осознанность Телесного отклика И осознанность Ментального отклика Почему я выбрала Поверить этому человеку И что я в этот момент Ощущала И тогда да Ну еще знаете Если мы заходим Допустим На территорию Юнгянского анализа Там есть же понятие Даймона Как существа Которые становятся Посредником Между человеческой душой И личностью И богами Или богом Там в зависимости от того Кто Как это все мыслит И там идет речь о том Что какие-то сложные Вот такие вот моменты жизни Они нужны человеку Для того Чтобы перерасти В каких-то скимах И он не перерастет В этих компетенциях Если он не пройдет Вот через какой-то месилов В которое Он вляпался Например Последовав Негодному какому-то совету И тогда мы на этот опыт Просто смотрим по-другому Что этот опыт Был тяжел Но через этот опыт Ты, например, узнаешь Что вот такому типу людей Лучше не доверять Либо вот такому типу советов Лучше не следовать И если бы не было Вот этого прокола То ты бы никогда Об этом не узнала Или не узнала Ну и опять же там Мне кажется Тело тоже подключается Тело подключается Когда вот чувствуешь То цепляешь Как будто негатив Да Если можно так сказать Здесь очень важно Не проваливаться Есть разные типы реакции На то Что я прокололся Есть люди Которые уходят Чувство вины В чувство стыда Я полный лох-лохушка И места Мне в этой жизни нет А есть люди Которые говорят Да, окей Прокололся Или прокололась И теперь мы разбираем Все это по полочкам Мы смотрим Где были предпосылки Того, что Я прокололся И это опять же Вещи Которые обусловлены Родительскими Предписаниями Предписаниями семьи Как себя вести Когда ты налажал Должна же ты чувствовать себя Должна ли ты чувствовать себя виноватой Должно ли тебе быть стыдно Как ты вот Такая вот умная Интеллектуальная Как ты могла прокололся Значит ты не умная Интеллектуальная И есть совершенно другое Когда ребенку говорят Окей Все проколаются Давай садись Посмотрим Где Проанализировали Пошли дальше Проанализировали Пошли дальше А как вот справляться Тоже вот С чувством вины Перед своими близкими Потому что часто Я знаю Что люди не идут Вот как раз В то будущее Потому что понимаешь Например Папа Там не смог Добиться Такого-то результата Мама не смогла Или там Сестра И как будто Вот это есть Внутренняя конкуренция Но на самом деле Ты не хочешь обидеть И поэтому Не достигаешь Это вообще Чувство вины Это И чувство стыда Это намного сложнее Чем чувство страха Прямо намного Намного сложнее Очень часто Чувство вины Возникает там Где мы не могли Выразить гнев Подавленный такой Тогда мы становимся Виноватыми Я бы говорила Что Я прямо Точно Совершенно Могу сказать Что если Не наработан Собственный навык Работы с чувством вины То самое хорошее Что можно сделать Отнести его Спецам Это очень сложная История Вот реально Очень сложная История Это во-первых Очень детские чувства Чувства стыда Но более ранее Чем чувства вины Это первое Второе Наша культура Постсоветского пространства В первую очередь Славянских территорий Там не мусульманских А вот Православных территорий В этой культуре Принято Воспитывать ребенка На чувство вины И чувстве стыда Не на чувстве страха Оно в нас Прямо укоренено Зверски Да И там допустим Вот курс Дары предков У меня идет Три месяца И мы Три месяца Все периодически Заходим И смотрим Как По-моему Первый месяц У меня там вообще Очень много про вину Как в вашей семье Было устроено С чувством вины Например Зависимой Сузависимой семьи Там очень много Чувства вины Те семьи Которые функциональны Там очень мало Чувства вины А вырваться Если вся семья Работала на чувстве вины Вырваться И не чувствовать себя Виноватой Означает быть Выброшенной С семьи Потому что Наши Наши Вот они Виноватятся А вот ты Даже виноватая Себя не чувствуешь Это значит Что ты не наша И тогда Ты вылетаешь Из всей семейной системы А мы существа Племенные Стальные Как животный вид И тогда Все Мне Конец То есть Это вина была Как способ контакта И способ связи Да Как будто Вы на одном языке Разговариваете То есть Когда я Так же Испытываю Чувство вины Как все Я как будто Прихожу Вам и говорю Смотрите Я ваша Я тоже Виноватая Хронически И из этого Прям вот Очень аккуратно Надо Вынимать человека Потихонечку Да И у меня Был случай Мой факап В работе Когда у меня Пришел Там Вот такой Крупный руководитель Парень И говорит Все, Света У меня просто сил Больше нет Потому что я Задыхаюсь Под чувством вины Отстегни мне чувство вины Мы его отстегнули Он пришел Через полтора месяца Еще более несчастный И сказал Слушай, мне стало Совсем все плохо Потому что Раньше для меня Вина была Моим жизненным ориентиром А теперь я ее потеряла На что теперь Да, операция На что я теперь могу Опираться Да, вот этот вот Звездец Он был несущей конструкцией Мы звездец вынули И несущей конструкцией Посыпалась Я теперь не знаю На что операция Не помню уже Что мы там с ним Дальше дорабатывали Но у меня тогда Был просто Профессиональный шок Что благими намерениями Мастится дорога в ад Прекрасно Мы отстегнули чувство вины Вот результат У человека Больше нет ориентира Ну вот как раз Ведь когда что-то происходит Вот многие люди Видят в этом возможность Да Произошел кризис Там не знаю На работе Массовое увольнение Или там даже Мужчина ушел Одни там женщины Да Говорят Супер Я вот сейчас Вот так вот так разрулю И у меня все будет Даже лучше Чем я хотела А другие сразу начинают Впадать в апатию Идти даже там К специалистам Чтобы как будто бы Вот вернуться В то что было И тут Вот вопрос Как научиться Видеть возможности Ух Елена Что я со мной делаю Как научиться Видеть возможности Ну первое Я уже говорила Давать допущение На то что возможности Могут быть А второе Задавать себе вопрос Чего я лишусь Хорошего в себе Или в своей жизни Если я буду Видеть возможности То что я потеряю А второй вопрос Туда же Что плохое Придет в мою жизнь Если вдруг Я начну видеть возможности И вот Вот эти вот Два вопроса Растянутые Разрешенные И отсмотренные Они могут дать Хотя бы направление Куда мы думаем дальше В каком направлении Мы будем работать дальше Вот Но в целом В целом Если мы говорим Про Эволюционные Какие-то вещи У нас Те кто Попадает Наверх Иерархических Пирамид Это люди Которые Видят Возможности Используют Те кто Используют Их Те кто Находится Внизу Иерархических Пирамид Люди Которые Не хотят Видеть Возможности Использовать Для первых Нужна Реализация Возможностей Для вторых Важна Предсказуемость И очень часто Это разные типы Нервной системы Если нервная система Ослабленная Ей не до возможностей Если организм Измутанный Ему не до возможностей Ему будут Сохраниться Хотя бы там Где есть И здесь Мне кажется Точно Совершенно Нужно смотреть Общее состояние Психики Организма И нервности Насколько ты потянешь Так скажем Да Насколько ты вообще потянешь Потому что Новые возможности Это же дополнительная Нагрузка У тебя ресурс Для этой нагрузки Есть или нет Его может совсем не быть Ну и новые возможности Это про то Когда нужно реагировать быстро Да И это зона неизвестности А живое существо Не стремится жить В неизвестности Это ужаснейшая нагрузка На Вообще На весь организм На нервную систему В том числе И поэтому А любая возможность Она предполагает Вход в зону неизвестности И Избавьте меня от этого Это называется У меня нет на это ресурса Это не всем доступно Совершенно точно Прям совершенно точно Ну то есть тут не надо себя Переоценивать Да Порой нужно трезво Посмотреть на вещи Да Могу ли я это или нет И не надо себя жрать Пойдем Если я не использую возможности Ну у меня вот устроено Вот так например Условно меня Я не буду хвататься За возможности Мне важнее предсказываться И успокоиться на этом Даже когда мне со всех сторон Заносят в голову мысль О том что ты должна развиваться Использовать возможности Но нет Нету единого какого-то пути Который подошел бы всем Все очень разные Вот когда нужно себе сказать Что лошадь сдохла Слезь уже с нее И не пытаться Не знаю Там вот эту разбитую вазу Так скажем Да Склеивать обратно Вот например Та история с Джей Ло И Беном Да Когда они Снова расстались Через 20 лет Как будто вот Это было как Предрешено То есть они пытались Снова Союз свой Сделать там Крепким Но Мы видим то же самое Ну во-первых Опять сценарное Мы расстались Мы расстались Посмотреть Я бы смотрела Почему расстались Я не могу Копнуть их жизни Ну понятно Мы только знаем Как бы картинку Какую-то часть И это может быть Сценарий мужчина Должен быть Незапно потерян Это может быть Какой-то еще Другой сценарий Вообще Я бы смотрела Что там было В семьях Но к сожалению У меня нет Этой информации И вполне возможно Что второй заход Он нужен Как раз Как подтверждение Того Что лошадь сдохла Что он нужен Что лошадь сдохла С первого раза Я не понимаю Что лошадь сдохла Мне нужно повторение И там есть Такая история Как способ Которым человек Убеждается Есть люди Которые убеждаются Например Через чтение Есть люди Которые убеждаются Через разговор С другими людьми Есть люди Которые убеждаются Через количество Итераций И это тоже Очень сценарные условия Если я убеждаюсь Через количество Итераций Мне нужно еще Три раза Попробовать с этим Человеком Чтобы убедиться Что нет Номер не пройдет И тоже С беном Не выйдет Да И тогда Когда у меня Возникает вопрос С условным беном Попробовать второй раз Я совершенно точно знаю Что я убеждаюсь Через количество Итераций Говорю себе Не трачу на это время Но я знаю История Когда люди Разводились И женились По два По три раза И они Они ржут над этим И им нравится Эта история А в этом же Очень много страсти И энергии Сейчас я с тобой Разрываю А потом Мы заново Соединяемся В первом случае Мы добавляем себе Энергии В втором случае Мы добавляем себе Энергии Это может быть И способом Добычи энергии В том числе Вот такое Страстное Туда-сюда Это скорее Исключение Из правил Когда люди Вот так вот После двух разводов Снова становятся вместе Это исключение Из правил Однозначно совершенно Это прям Какие-то единичные Случаи Вот два таких случая Я знаю Когда они остаются вместе И это уже Другие абсолютно отношения Там же вот еще Что происходит Елен Вот они прожили Какое-то количество времени Изменился один Изменился другой И возникает необходимость Как будто Передоговариваться Потому что И мужчина другой И женщина уже другая И тогда они Не передоговаривались Разрушают Разрушают эти отношения А потом они Приходят Друг к другу Заново Осознавая Что пришли уже Другие люди Не те Которые вступали В первый брак И они начинают Передоговариваться Заново Надо заново Знакомиться Фактически Надо заново Знакомиться У них же еще Есть какой-то период Когда мы были Врозь друг от друга И мы еще Изменились И вот если Вот это знакомство Заново Произошло И мы новые Приняты друг другом И создали новые Правила игры То тогда Шансы есть А если мы Приходим И говорим Я хочу Чтобы было так Как было на заре Нашего С тобой знакомства Давай все начнем Сначала Технически невозможно Ты не можешь начать Сначала Ты уже другой человек А он другой человек Да Самая большая ошибка Это я еще слышу Тоже например Там не знаю В сорок Да Люди говорят Что я хочу себя чувствовать Так же как в двадцать Ну о чем вы ребята Ну господи Откуда такой наив? Такое состояние Да Но это невозможно Это невозможно Это невозможно Ага И это частая женская история Когда я хочу себя чувствовать Вот этой двадцатилетней девочкой Не имеет смысла Давай ты будешь себя чувствовать Хорошо Сорокалетней женщиной Ага И там есть очень много Классного Красивого Прекрасного Потому что Сорок вообще отличный возраст А как вы считаете Вот для того Чтобы парим Вообще сохранить Свои отношения Если они вместе развиваются Им нужно ставить Вот совместные цели Ставить Не знаю Визуализировать вместе Будущее То что они хотят Ну то есть я знаю Что многие этого не делают Ну как-то понятно Да Хотим там дом Понятно Хотим детей Но как-то это не обговаривается И работы над этим особо нет Наверное имеет смысл Я не знаю Как насчет визуализировать Потому что Ты же никогда не знаешь Чем там навизуализировал Ты визуализировал себе Спальню Не знаю В лиловых тонах А он визуализировал Там в зеленых Например И вот вы дошли до покраски стен Или наклейки обоев И в этот момент Вы развелись Навизуализировать Двумя Так чтобы у вас Идеально совпали Картины мира Но технически Просто невозможно Договариваться И обсуждать важные вещи Безусловно Да Чем больше пара Чем больше пара Разговаривает Тем спокойно Разговаривает С доверием Друг к другу И даже Если она конфликтует И имеет возможность После этого Проговорить этот конфликт Это очень здорово Улучшает отношения Если пара не разговаривает То там В общем шансов На то что У них благополучное Будущее вообще нет Никаких Совсем Ну и как раз Важно ведь Проговаривать свои цели Там свои желания Своему мужчине Что часто бывает Что женщина Например даже боится Где-то сказать Да И вот этот вот страх Показаться для него Не той женщиной Которую он хочет Видеть Он очень здорово Блокирует Женщину И Приводит к совершенно Обратному результату Потому что Женщина Которая я хочу Вот так И мне это доставляет Удовольствие Она как правило Больше интересна мужчинам Потому что В ней больше жизни В ней больше чувственности Больше жизни Больше искры Во взгляде Вот то как пишет Господь Бегущий с волками Забыл автора То как она пишет Что женщина Которая в порядке Она похожа на волчицу Потому что Волчица Подвижна и грива И очень витальна И это на самом деле Так Вот это вот Ну какая-то искра В женщине Это то что Ну прям здорово Востребованы мужчины Они ищут живых женщин Не взбалмошных Чокнутых бобенок А вот живую женщину Которой Не знаю Бесы в глазах Я не знаю Как это сказать Такая И приличная И с бесами Да Все грани Когда раскрыты И приличная И с бесами Светлана Мы много говорили Про родовые сценарии Про то как На нас влияют Наши родители Расскажите У вас какой курс Есть для того Чтобы я там Могла с собой поработать Есть Дары предков Большой трехмесячный курс Вот по степени Глубины копания Это прямо Изо всех моих курсов Это 10 из 10 Вот И мы там Мы там Во-первых Просматриваем Все Сценарии Обязательного Будущего По нескольким Направлениям Это деньги Это отношения Там Это болезни И прочее Вот прямо Месяц уходит То есть Не месяц А несколько недель Уходит на это И мы поднимаем Все сценарии Которые успевает Человек найти За это время И все позитивные намерения Которые стоят За этими сценариями Вот То есть По сути Мы переводим С языка Бессознательного На сознательный уровень А дальше Оно уже будет Просто докручиваться Само Еще какое-то время Еще года полтора-два Оно докрутится Не все сразу Но оно будет Потихонечку докручиваться Вот В общем Это очень интересная история В базисе Судьбоанализ В базисе Психогенеалогии Это прямо Такие большие Хорошие Глубокие исследования Которые позволяют Прямо хорошо Копнуть сценарные истории И хорошо копнуть Как устроена система Каждого отдельно взятого человека Да я даже сказала Что это каждому Нужно пройти Да Да Я очень много нарыла В своей семейной истории Что открыло мне Просто какое-то Безумное количество Не знаю Дверей, дорог, проходов И Это Ну это реально Очень здорово Меняет жизнь Когда ты понимаешь Что стоит за тем Что происходило Внутри твоей семьи И как ты это можешь Употребить себе на пользу То есть это не про то Что давайте Умоемся слезами От несчастных судеб Это про то Что давайте Найдем ресурс В этом во всем И посмотрим Как мы можем Этот ресурс Взять Присвоить себе И что мы можем Сделать на этом ресурсе Куда мы поедем На этих дрожжах Семейных Это самое лучшее Да, это самое лучшее Хорошо, Светлана Спасибо за потрясающую беседу И давайте для наших зрителей Подведем краткие итоги По нашей теме Все-таки Как прийти К желаемому будущему И что может быть Первоначально сделать Нужно Первоначально Вот Как прийти к желаемому будущему Что первоначально сделать Первоначально Это сесть Посмотреть на историю семьи Особенно на историю Женской половины семьи Если речь идет о женщине И посмотреть Какие воспроизводимые вещи Там были После того Как мы видим Воспроизводимые сценарии Мы Задаем туда вопрос Какое позитивное намерение За этим стояло И когда мы находим Какое позитивное намерение За этим стояло Мы Мы задаем еще один Волшебный вопрос А если бы Это позитивное намерение Можно было бы Реализовать Некровавыми путями То как оно могло бы быть И вуаля Через какое-то время Мы можем подвинуться В эту сторону Такие фундаментальные вопросы Для наших зрителей Это фундаментальные вопросы С которыми нужно поработать Да Это так Фундаментальные вопросы Благодарю вас еще раз Спасибо С вами были Елена Кирсанова И Светлана Комарова До новых встреч, друзья Друзья, ну что ж Мы еще раз с вами убедились Что если мы хотим Изменить свою жизнь То нужно Во-первых Начинать с себя И делать что-то для этого Желательно уже вчера Напишите вы в комментариях Как вы управляете Своим будущим И что делаете для этого Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому